пусть эти вибрации помогут поговорить благостно и эффективно и повысить какую-то долю осознанности стремление дальнейшего к чистоте своего ума к чистоте этого мира они разобщать нас да как тут были дебаты тут кто-то семейный кто-то не семейный это все на самом деле второстепенные вещи ну что друзья мы сейчас с вами продолжим практически то на чем остановился андрей я буду говорить определенные острые вещи но чисто для того чтобы каждый из нас еще раз задал себе определенные важные вопросы потому что вы прекрасно знаете как андрей сказал жизнь проходит очень быстро и если себя не отрезвлять все время не бодрить так скажем вот этой остротой определенной вопросов то можно обнаружить себя в конце жизни причем в наше время никто не дает нам гарантию что мы ее проживем до старости так скажем и обнаружить себя нет там и не в том состоянии в котором мы бы хотели я сразу прошу у вас определенного так скажем понимания да если даже вам будет как-то неприятно или вы будете протестовать против того что мы будем обсуждать постарайтесь отнестись с пониманием я конечно понимаю прекрасно что я не андрей далеко и если даже когда андрей нам что-то говорит на шум такой на дыбы до встает то ну как говорится здесь тоже не нужно ожидать чего-то великого но я надеюсь просто еще одна беседа от харами еще одна возможность развернуть свой ум в какое-то созидательное русло и это будет нами использовано да давайте договоримся друг другу помогать и соблюдать два критерия сегодняшней лекции первое это то что мы с вами на все вопросы которые рассматриваются смотрим с таким пространственным мышлением трансцендентным можно так сказать не ограниченным этой жизнью и даже не ограниченным следующий которая чуть-чуть получше будет если мы в этой жизни действительно будем заниматься йогой сто процентов там следующая жизнь или там чуть-чуть еще следующая точно когда-то то что мы сейчас занимаемся с вами это даст свои результаты но не нужно на этом останавливаться не нужно думать что это решит нашу проблему да нужно смотреть ну вот на то как то или иное событие в котором мы участвуем которое мы по своей энергии подпитываем которое мы своим жизненным выбором формируем она будет развиваться дальше то есть в пространстве и во времени и 2 критерии мы с вами не впадаем ни в какую категоричность то есть мы не говорим например мы будем про семью говорить мы не говорим семья это плохо или семья это хорошо мы будем говорить с вами и про другие шкурные реально вот шкурные интересы знаете шкурка есть у каждого да вот свое эго и она будет очень защищаться мы с вами не впадаем в категоричность мы просто обсуждаем то как работает энергия это какие последствия эта энергия будет иметь Каждый свой вывод будет делать потом, применительно к своей жизни. Поэтому я надеюсь, вы мне поможете. Итак, у нас лекция звучит так. Тайная жизнь преподавателя йоги. На самом деле, эту лекцию мы начинали еще в прошлом году. И кто был, вы, возможно, помните. Мы там про семью тоже очень много говорили. Но я даже вообще хотела исключить этот вопрос. Но думаю, ну как исключить, если, например, о других вопросах, тоже шкурных, невозможно говорить, если мы не отточим определенное свое мировоззрение, миропонимание на примере того, что каждому очень понятно, на примере того, что с детства просто заложено в этом мире как определенный порядок вещей. Если мы с этим разбираемся, то со следующими вещами нам тоже будет легче разобраться. Поэтому придется затронуть эту тему. Но так как Андрей мне очень сильно помог, надеюсь, он немножко взбодрил внутренний мир каждого из нас, то какие-то вещи просто получится быстрее обсудить, и вы потом уже о них будете самостоятельно размышлять. Почему тайная жизнь? Во-первых, в эту лекцию вынесены какие-то вопросы, которые мы в прошлый раз не успели разобрать, их было много. Почему тайная? Как вы считаете? Да, на самом деле так и есть примерно, что мы с вами преподаватели, как Андрей сказал, титул. Тот, кто надевает на себя титул преподавателя, он действительно начинает иметь обязательства. И вот здесь такие дебаты уже в конце были жаркие с Андреем насчет семьи, насколько это помогает, что это развитие. Да, это имеет место, вот это развитие через семью, но ограничения через семью тоже имеют место. И от этого никуда не деться. Во что хочешь, верь, как говорится, в какую крайность хочешь, впадай. Это не отменит того, что без семьи вы могли бы прожить другую жизнь, с семьей вы могли бы прожить другую жизнь. Поэтому здесь нужно уже отталкиваться от того, что есть. Так вот, если мы с вами преподаватели, мы пришли в этот мир преподавать, правильно? И у нас с вами есть определенные обязанности перед людьми, и с ними взаимодействовать, с ними общаться, понимать, чем живет мир, чем живем мы. И мы не должны сильно как-то очень отличаться. Ну, согласитесь, да, кто будет слушать какого-то сумасшедшего, неадекватного человека, который даже не понимает, как этот мир устроен. Никто не будет слушать. Все, ну, в лучшем случае, с определенным состраданием посмотрят на него, или, как вы знаете, блаженные в древности были, блаженные были неприкосновенные, потому что, ну, что с них взять? У нас с вами другая задача. Нам нужно доносить до людей что-то, разговаривая их языком, будучи в парадигме их существования, так, чтобы они понимали, так, чтобы они делали выводы, так, чтобы они из себя, изнутри доставали эту энергию на практику, на то, чтобы приходить к вам в зал, на то, чтобы задавать вам вопросы, иногда на которые вы такие, а как на это ответить, я этого не знаю, не слышал, идете быстренько читаете, как-то еще повышаете свой уровень, да, то есть вы тоже растете, каждый из нас растет вместе с этими вопросами, и возвращаетесь к людям. Согласитесь, каждый из вас, когда вы пошли на курс преподавать, или когда вы начали преподавать, есть эта мотивация, как можно больше людей вот вовлечь в саморазвитие, и поэтому вам нужно будет, ну, максимально с ними взаимодействовать, и поэтому вы, вы, мы все, они должны сильно от них отличаться, мы должны понимать, какие сферы в этом мире есть, которые считаются человеческой жизнью, да, вот, которым люди стремятся, и, соответственно, уже из этого понимания объяснять те или иные вещи, но, понимаете, мы не должны отличаться внешне, но каждый практик, если он хочет трансформировать реальность, он должен отличаться по сути, и это очень важно, поэтому, как говорится, когда город засыпает, просыпается практик, который на все, что происходит в этом мире, смотрит совсем по-другому. Вот скажите, пожалуйста, кто был на Випассане? Отлично. Значит, вы знаете полностью практику дерева пути, да, вы знаете определенные механизмы, по которым мы пытаемся изнутри себя вытащить некоторую суть, вот эту мудрую суть, которая бы превалировала над нашим поверхностным сиюминутным умом. И самое печальное, наверное, то, что этот практик, который есть внутри каждого из нас, можете его там представлять в оранжевом одеянии, в голубом, в белом, неважно, он просыпается только в те моменты, когда в нашей жизни происходит определенная такая, знаете, ситуация, когда нам нужно выбрать правильно, нам нужно выбрать с точки зрения практики, нам нужно выбрать с точки зрения духовной сути. Мы стоим на развилке, и практик тогда вот ему интересно, он, можно сказать, открывает глаза, он начинает взаимодействовать с нами, да, и если мы проработали в себе ограничения, мы можем его услышать, мы можем вытащить на поверхность ту мудрость, которую он транслирует. Но большую часть жизни практику реально неинтересна внутри нас, потому что мы 95% своего времени тратим на то, что по итогам нашей жизни не будет иметь никакого результата. Поэтому вот для того, чтобы этот внутренний практик работал, работал чаще, включался в нас, нам и нужна вот эта тайная жизнь. Есть очень хорошие истории в буддизме о том, как, например, у царя, которому, казалось бы, принадлежит весь мир, у которого невероятные активы, который может себе точно, точнее, его ум может сказать, что он в жизни состоялся. Вот состоялся, так состоялся, да, государство огромное, богатство немерено, жен 100 тысяч, наследников 500 тысяч и так далее. То есть по критериям этого мира все есть, да, но почему в итоге столько историй о том, что цари, они невероятно ищут эту дхарму. Потому что когда ты действительно вот это все познаешь, ты понимаешь, что здесь нет реализации. И очень много историй, когда цари себе берут в преподавателя, можно так сказать, в учителя, каких-то, не знаю, уборщиков, слуг своих, да, и они, конечно, не могут людям показать на... в пресвете дня, как говорится, что вот какой-то слуга учит царя, да, если это, ну, практик, вы понимаете, если это реализованный какой-то человек. Но почему называли тайной, тайной вот эту жизнь? Потому что ночью, когда все спят, слуга приходит, и царь, которому кланяются все, этот царь сам кланяется этому слуге, как к учителю, преподает к его стопам и просит у него дхарму. Вот примерно то же самое происходит, если действительно мы, у нас будет получаться иметь личную практику и идти по пути преподавателя. И чем отличается, по сути, преподаватель йоги от практика, которой занимается для себя, как вы считаете? Для преподавателя больше ответственности. Так. А почему? Потому что он других хочет, то, чему он научит, будет результат. Он должен правильно думать. С остроением. Хорошо. Да, ну вы на самом деле правильно, с правильной стороны заходите, на преподавателя больше ответственности, потому что он учит других. Это определенная внешняя сторона. Преподаватель, как таковой, если он выходит за грань взаимодействия постоянного только с пятью-десятью людьми в своей семье, и идет к другим, он открывает шлюз своей кармы. То есть мы все с вами переживаем карму. Сто процентов, да? Еще и нарабатываем, к сожалению, очень много. И практик, который занимается практикой для себя, он пытается эту карму отработать. Он пытается не накапливать новую и сделать что-то с тем, что вот уже на поверхности хотя бы он видит, и с чем можно работать. Когда к тебе приходит деятельность преподавателя, тебе твою карму в концентрированном виде за одну жизнь начинают, как это можно так сказать, выпускать. Понятно, что не всю, потому что если весь кран откроют, как Андрей сказал, с водопадом, тут вообще не придется размышлять о преподавательской деятельности, но намного больше, сто процентов намного больше кармы приходится переживать за одну единицу времени. Пусть эта единица времени будет жизнь, пусть эта единица времени будет год, пусть это будет, не знаю, одна ваша практика, но сто процентов с увеличением концентрации людей на вас, у вас будет совсем другая, совсем другое внутреннее ощущение. И вам придется жить не так, как все. Потому что если будете жить так, как все, ну, а как мы будем с кармой справляться? Да, никак. Поэтому придется отличаться. Хочешь ты этого или нет, добровольно ты в это пойдешь или нет. И в этом плане, конечно, энергетическая и кармическая нагрузка и концентрация на вас, как на человеке, который делает жизнь того, кто на нем концентрируется лучше, это сложно. И поэтому, если вот никогда нельзя решить проблему, если вы остаетесь в том поле, в котором эта проблема существует. Вот вам принес человек проблему, сел перед вами на коврик, да, вы объявили там занятие, вот он к вам пришел, сел и принес свою проблему. Он ее решить сам не может. Ну, не до конца может. Он может чуть-чуть пробовать, но остаток будет оседать на вас. И, соответственно, если вы не можете дать ему решение, то это плохо. Он же к вам пришел. Поэтому вам нужно будет выйти с того уровня, на котором эта проблема существует, и дать ему совсем другое видение. А чтобы дать ему видение, и чтобы вас услышал человек, у вас должна быть, ну, энергия, вы же понимаете, да, то есть у вас должен быть опыт в этой альтернативной жизни. Согласитесь, что когда вы, например, только стали йогами-вегетарианцами и начали всем вокруг себя рассказывать про вегетарианство, очень многие просто думали, что надо бы вам показаться специалисту, скорее всего, да. Кто-то смеялся, а кто-то вообще не хотел слушать. Но вот кто уже в практике 10 лет, например, ну, 5 лет, 7 лет, вы ведь согласитесь, вокруг вас начинает меняться ситуация. Люди 100%, пусть не все, пусть не самые близкие, которых мы бы хотели сделать, вегетарианцами, может быть, но они начинают действительно вас слышать, потому что вы прошли этот путь 5, 7, 10 лет, и когда вы уже даже не говорите, вы просто своей энергией транслируете вот эту модель жизни, и они вас слышат, они меняются, они иногда сами начинают рассказывать то, что вы пытались вот им рассказать тогда, когда вы только стали, да, вегетарианцем, например. Поэтому в этом плане, если вы хотите людям давать решение проблем, вам нужно быть на уровень выше того, той сферы, в которой эти проблемы возникают, и свои проблемы жизненные также решать придется. Поэтому есть очень большая потребность все-таки себя держать не так, как все. Теперь давайте посмотрим, чем же отличается вот это, на конкретных примерах, чем отличается жизнь преподавателя йоги, который вот таким образом хочет двигаться, да, а не просто со своей группой также оставаться на вот этом уровне и сливать тапас. Такие тоже есть, понимаете. И они собирают, кстати, большие аудитории. Это вас не должно пугать и разочаровывать. Если вы останетесь на пути, как Андрей говорит, какое-то количество лет, вы просто будете наблюдать, что да, какое-то время вот такие преподаватели, которые находятся на уровне своих занимающихся, они могут собирать залы, залы, но чаще всего эти залы не выдерживают там двух-трех лет. Но даже если выдерживают, и вы посмотрите на этого преподавателя, вы посмотрите на его большую группу, но если у вас будет уже другой уровень, вы даже не захотите туда, вы не захотите к этому опускаться. Знаете, есть такая, как это, поговорка, миллионы мух не могут ошибаться. Вот, ну не хочется, правда, на уровень мух, как говорится, хотя их много. Поэтому, если вы все-таки, мы все с вами хотим быть таким преподавателем, который за собой будет вытаскивать людей из этого состояния, как Андрей, да, вот сколько тысяч людей просто благодаря лекциям Андрея, благодаря его деятельности, благодаря клубу поменяли свою жизнь. Придется жить, ну не так, как нам это навязывается, так скажем. И давайте тогда прям по сферам. Какие сферы в этом мире считаются нужными, важными, в каких нужно преуспеть и на какие большинство нашей жизненной энергии, нашего внимания тратится буквально с нашего осознанного возраста, да, с садика. Семья, карьера, деньги. Ну это все одно и то же, да. Хорошо, тогда давайте семьи. Долго не буду. Долго, если хотите, в прошлый раз было долго. Есть эта лекция на сайте, кому интересно будет. Давайте так, Андрей немножко нас всех подготовил, да, к тому, как воспринимать это. Есть такой термин «жизнь путная» и «беспутная». Вот что мы подразумеваем под словом «беспутная»? Что-то нехорошее, да? И распутная тоже есть, да. Ну на самом деле распутная и беспутная примерно одно и то же значение, что вот человек родился, и он не смог по своему пути пройти. У него не было пути, он был потерянный, и его жизнь, это знаете, как какое-то недоразумение. И это очень обидно. Это в первую очередь неуважение к своему себе, прожить свою жизнь как недоразумение. Я всегда ребятам говорю, которые сидят на випассанах и терпят очень сложные вещи, им приходится продираться сквозь дебри своего ума. И я им говорю, задайте себе вопрос, сколько стоит моя жизнь? Да, то есть, если ты не согласен на какую-то цену, ты всегда будешь стремиться за пределы. и все, что тебя ограничивает в какой-то период, ты всегда преодолеешь. Потому что, если к тебе приходит проблема, и ум кричит, я не могу, мы не будем, не хочу, ты себе можешь сказать, нет, моя жизнь стоит больше, чем вот эта преграда, на которую я напоролся, и все, она меня остановила. И так далее. И ты таким образом, преодолевая себя, повышаешь ценность своей жизни. Поэтому прожить жизнь путную, это очень здорово. И для того, чтобы она была путной, нужно определить тот путь, которым вы хотите двигаться. И чем, как Андрей сказал, выше планка, тем путь этот будет значимее. Значимее. А почему я всегда с этой темой о семье? Значит, совсем не потому, что у меня есть эта семья, а потому, что я много лет провожу ретриты. Причем регулярно. И я вижу, с чем людям приходится сталкиваться. И если вы были на ретрите, вы прекрасно понимаете, что вот это ограничение себя от привычной среды, причем, что такое семья? Не обязательно иметь мужа, ребенка. У всех есть родители. У всех есть самые близкие, которые для нас вот номер один. Вот есть я и то, что есть этот человек, это как ассоциация со мной. Я и мое. Это неразделимо. А есть другое и чужое. Об этом мы можем очень долго думать, помогать, не помогать, важно, не важно. Но вот я и мое, это святое. И почему от этого я и от этого мое так важно в ретрите уединяться? Потому что без этого мы совершенно не сможем себе ответить на этот вопрос. А где мой путь? В чем мой путь? А где этот я? Андрей вам приводил пример, что вы выходите из зала и, как говорится, я не я, кобыла не моя, да? Почему? Потому что влияние чужое энергетическое пришло. Но есть встречный вопрос. Я живущий в той парадигме, в которой сформировало меня мое ближайшее окружение, и которой это окружение я подпитываю все время своей жизненной энергией, да? Потому что вот эта любовь между людьми, она строится на постоянной подпитке энергии. Если ты человеку энергию давать не будешь, вряд ли он будет тебя любить. Согласитесь, мы не любим людей, которые нам неприятны. Почему они нам неприятны? Чаще всего у нас нет энергетического резонанса, они не дают нам энергию. Или еще хуже, они делают нам больно, да? А мы этого не хотим. Поэтому их мы не любим. Мы любим тех, с кем у нас постоянный обмен энергией вот этот. Но, как Андрей вот говорил, по кругу. То есть нет спиралевидного такого развития вверх, а она все время по кругу гоняется. Поэтому на самом деле вы не думайте, что я это тот, к кому я привык. Это тот, кто живет в моей семье, ходит на мою работу, тот, кто имеет мое образование, носит мое имя, имеет мой возраст и так далее. Это тоже не я. И в этом есть определенная драма. То есть преподавателю нужно не только очищать себя от влияний тех сложных энергий, которые к нему люди приносят, тех проблем. Ему нужно очищать себя еще и от своих вот этих вот ограничений, которые в этой жизни сложились. Поэтому первое, что, конечно же, нас определяет и ограничивает, причем ограничивает здесь не в плохом каком-то контексте, просто по факту ограничивает. Понимаете? Это наша семья. Это то, откуда мы выходим и то, что мы потом сами пытаемся дальше в мире как бы воспроизводить. То есть мы вышли из семьи, у нас там были родители, у кого-то разные сценарии, у кого-то там бабушки, дедушки растили, кто-то вообще без родителей вышел. Это, кстати, совсем другая тоже история. Но мы дальше пытаемся вот эту модель в обществе поддерживать. И вот здесь вот встает вопрос не о том, нужна ли семья или не нужна. Здесь встает вопрос о нашем внутреннем отношении и насколько наш ум может обширно на это смотреть. Вот здесь Алена... Нет, не Алена. А как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Светлана, да, вот вы говорили. Светлана, извините. Я про Алену что-то вспомнила. Светлана. Это не за семью, это по верху. Семья это не тот, кто тебе... Не-не-не-не-не, вот я понимаю, я сейчас вообще не говорю, что семья ограничивает. Просто вот давайте возьмем... Ладно, давайте не ваш, ладно? Чтобы не было какой-то... Просто я с несколькими участниками уже в походе об этом говорила. Есть семья. Вот преподавателя йоги есть семья. Неважно, мужчина, женщина. Есть там дети, и преподаватель говорит, семья меня развивает, семья действительно 100%, я знаю, прекрасно помогает преодолевать все свои кармические ограничения. Она учит терпению, она учит благодарность минимум своим родителям, которые нас выдержали когда-то, да. Это все одно дело. И это прекрасно, если ваша семья поддерживает вас в йоге. Но, согласитесь, есть вариант другого развития событий. Есть вариант, когда этой семьи нет, и выживете другую жизнь. И она не хуже, не лучше, она другая. Но там могут быть другие возможности для реализации себя как преподавателя. А может не быть. Поэтому здесь вопрос не в том, чтобы принять решение, семья это хорошо или плохо. Вопрос в том, чтобы освободить себя от вот этой вот странной навязанной идеи, что если я живу свою жизнь так, мой ум обязан мне доказать, что я хороший человек, и это лучший вариант. А все остальные неправы, да, условно. Вот представляете, да, наш ум, который попал вот в эту уже ситуацию с семьей, которая его тренирует, которая его поддерживает, там иногда и не поддерживает, чем тренирует еще больше, он себе хочет доказать, что он сделал правильный выбор, что он хороший, что он молодец. Он не может себе сказать, что вся моя жизнь – это недоразумение. Не может. Ему не надо, понимаете. Нужно просто отпустить эту идею об оценке своей жизни как правильной или неправильной. и нужно отпустить внутреннюю привязанность к тому, что этой семьей у нас является. Скажите, пожалуйста, бывали ли в вашей жизни такие случаи, когда рядом с вами кто-то переживает сильные страдания? Ну, физические, травмы какая-то или психологические. У человека реально мутнеет сознание, и он от этого страдания ничего не может. От физического, от психологического, неважно. Видели вы такое? Видели? Хорошо. Что вы пытаетесь сделать в этой ситуации? Вы садитесь рядом и начинаете плакать вместе с ним и биться об стенку? Нет. Почему? Потому что вы со стороны, у вас как бы, вы вне ситуации, у вас отсутствует привязанность, вы видите, что это ему не поможет. Что он сейчас, если вы еще сядете с ним биться об стенку, вы увеличите эту энергию и точно две головы будут разбиты. И проблему это не решит. Вы стараетесь максимально выключиться эмоционально и начинаете действовать так, как этого требует ситуация, чтобы ему помочь. И это во многих случаях спасает человека. Правильно? Это принцип, по которому и работает любое взаимоотношение в этом обществе. Неважно, связаны они официальными узами, чувствами друг к другу или не связаны. Если у вас есть дистанция, вы можете помочь намного большему количеству людей, потому что вы трезво и мудро видите ситуацию и где надо решать. Если нет, слишком близко, любовь, она очень близорука. Вот эта любовь на эмоциях, на чакрах, она очень близорука и она подводит того, кому мы хотим помочь. Это очень, к сожалению, плохо. Представляете отношения родитель и ребенок? Ребенок страдает от того, что ему не дают съесть сладкое или от того, что ему не покупают игрушку. Или он страдает. Кто вырос в даже еще 90-е, наверное, и помнит, что такое были государственные поликлиники, где лечили зубы, потому что раньше не было частных зубных клиник, и все лечилось вот этим как бы не было анестезии, ничего, да? И ребенок, то есть я помню из своего детства дикие какие-то оры в этой поликлинике, где детям лечили зубы. Ну почему? Потому что нельзя ведь не лечить, правильно? А ребенок страдает. Что делает родитель? Он скажет, бедный мой несчастный, давай не будем, да? И что в итоге получится? Получится хуже. Родитель, он отключает свои чувства и говорит, нет, мы сделаем вот так. И это в итоге принесет тебе благо. Вот примерно то же самое работает со всеми человеческими взаимоотношениями. Проблема семьи в чем? В том, что она забирает большинство энергии у нас, потому что вот мы живем с этими людьми постоянно, и мы постоянно тратим энергию на них. И она же и ограничивает. То есть чем больше вот у вас есть один килограмм энергии на сегодняшний день, и перед вами постоянные люди, которые вызывают у вас эмоции, которые вызывают у вас чувство и привязанность. И вы такие думаете, так, на кого же мне этот килограмм энергии потратить? И тут такая вот любовь проходит у вас перед глазами, и вы такие, ну, конечно, на него, ну, куда же, неужели, я же его люблю, да? И вот потратил, потратил, потратил и потратил, и каждый раз. А ему-то, может быть, и не надо было, как говорится. Может быть, иногда такие более трезвые отношения, которые не душат человека, они намного лучше для обоих, так скажем. Поэтому есть такой термин, мы его недавно ввели на занятиях, парадокс желания, и особенно парадокс желания Бодхисаттвы. Вот как вы считаете, если вам сказать три слова, парадокс желания Бодхисаттвы, что вы поймете? Давайте отталкиваться от слова Бодхисаттва, да? Кто такой Бодхисаттва? Это тот, кто хочет помочь не только себе, правильно? Да. А вы скажете, ну классно, у меня семья есть, я хочу ей помогать, я Бодхисаттва, да? И тут мы опять упираемся в это, что я и мое это неотделимые вещи, а вот если я и чужое, да, если ты хочешь помогать чужому, другому, не такому, не связанному с тобой, это уже, можно сказать, определенные Бодхисаттва, поэтому Бодхисаттва, он экстраполирует свое вот это вот чувство сострадания, желание помочь на всех. Хорошо, бывает ли у Бодхисаттвы желания, да, второе слово, желание. Желание помочь, как минимум. Плотские. Желание, что? Плотские желания бывают, плотские, вести. У Бодхисаттвы плотские желания? Да слушайте, а он бы был Бодхисаттвой, если бы у него временно такое было? Ну да, получается. Ну, как говорится, как в Писании говорят, у Бодхисаттвы остается одно желание, да, это вот породить эту Бодхичитту и, соответственно, с помощью нее привести всех живых существ к просветлению. Хорошо, тогда теперь слово парадокс. Как он сюда вписывается, как вы считаете? Вот есть Бодхисаттва, у него есть прекрасное, шикарное, драгоценное, величайшее желание привести всех живых существ к просветлению. В чем парадокс? Что ему нужно, Маша была на занятиях, что ему нужно, чтобы это желание осуществилось, ему нужно, чтобы это желание перестало застилать ему глаза. Понимаете? Чтобы это желание перестало застилать ему глаза. То есть, вот опять возвращаемся к примеру с ребенком и родителем. Родитель очень хочет, чтобы ребенок был счастлив. Очень хочет. Он готов все сделать для этого. Но он будет ориентироваться на то, что, на понимание счастья ребенка. Он скажет, что тебе сделает счастливым, да, ребенок мой? То есть, он скажет, о, килограмм конфет, о, там, еще не знаю что. Понимаете, я когда маленькая была, я думала, боже, я когда начну зарабатывать, я куплю себе все игрушки, которые мне не покупать, я себе все игрушки куплю. Но когда ты просто знаешь, ты понимаешь, ну, не нужны мне эти игрушки, да, ну, зачем они мне? У тебя пропадает интерес. Вот, поэтому, будучи на том уровне, конечно, ты не можешь понять, что такое счастье. Вот, Бодхисаттва, он с одной стороны должен желать, конечно же, спасти всех, но с другой стороны, он должен, ну, как вот, знаете, желание должно быть и желание не должно быть, потому что, если у него будет привязанность, он не сможет действовать в интересах живых существ. Об этом говорят все, и почитайте Шансидеву. Об этом Будда говорит очень много раз, особенно, когда он рассказывает о ступенях Бодхисаттвы. То есть, есть разная ведь, да, как говорится, Бодхисаттва, это тоже школа. Вот, поэтому парадокс желания, счастья, другим, он состоит в том, чтобы желать счастья, делать других, ну, как-то счастливее, делать их, делать их жизнь лучше, но без привязанности. Представляете, вот как в нашем плоском мире можно это реализовать? Никак, если ты из этого плоского мира не выйдешь, потому что у тебя либо желание есть, либо у тебя желание нет, все, либо черное, либо белое. И, конечно же, Будде в свое время пришлось давать учения так, чтобы хотя бы желание в нас какое-то породить, да, чтобы хотя бы за что-то зацепились, иначе вообще бы ничего никто друг для друга не делал. И те, кто говорят, что семья тренирует, семья заставляет служить, терпеть, они, конечно, по-своему правы. Я это очень хорошо знаю, но нужно обязательно выходить за эти рамки, потому что, понимаете, если мы, например, очень любим своих детей, и максимально ими, как это сказать, поглощены, мы будем стремиться только к счастью ребенка. Но что, если то, что делает счастливым нашего ребенка, делает несчастным чужого ребенка? Что нам делать? И это уже не путь Буддхисаттвы, понимаете? Пример? Ну, пожалуйста, вот в школе двое детей подрались, понимаете? И приходят на разборки родители, и там начинается практически взрослая драка, потому что ни один родитель не признает, что его ребенок виноват. Не хочет. Он найдет тысячи оправданий, почему его ребенок так сделал, что его спровоцировали, что его еще что-то. Но он поставит, сказать, он поставит страх наказать своего ребенка выше, чем того, кто, например, пострадал. Или другая ситуация, да? Вы как родитель оказывается, ваш ребенок жертвой оказывается, например, какой-то драки. Ну, что вы будете кричать? Да вы будете на растерзание просто требовать и ребенка, и его родителей, и директора школы, и все остальное. Мы можем не согласиться с вами. Это зависит от грамотности родителей. И это, скорее всего, будет еще обучением для родителей. Ну, если родители смогут научиться, то да. Но если вы находитесь в этой плоскости, то вы должны этими знаниями обладать. А в какой плоскости? Ну, в плоскости понимания. Ну, понятно. Если дети подрались на реальные ситуации, собираются семь вероят детей, не расстроить жертву. Родители собираются выяснять ситуацию. Все получают, ну, как бы делают выводы. Ну, слушайте, это прекрасно. Это прекрасно, если у вас так получилось. То есть, я не говорю... Это как бы обычный стиль жизни. Нет, это не обычный стиль жизни, я вас уверяю. Ум будет другое вам говорить. Понимаете, когда у вас что-то забирают, ваше эго, оно не будет отдавать. Возможно... о грамотности родителей, у вас как-то все это... какой-то перекос, я буду жертвой, я буду жертвой. Ты не будешь жертвой, если ты развиваешься. И развивать себя можно в разных проблемах. хорошо. Мы говорим о развитии. Отлично. Тогда допустите, возможно, в этой ситуации у вас получилось отсоединиться эмоционально. Да? Это была очень большая работа. Вот. Вот. Это была работа. Да, так мы же об этом и говорим. Мы говорим о том, куда вас ведет ум. А почему вам пришлось сделать эту большую работу? Потому что он вас вел вообще не туда, согласитесь. Если бы у вас все было вот по щелчку пальцев, вам бы не надо было делать большую работу. И здорово, если есть знания, да, если есть карма, если есть потенциал, и вы сделали эту большую работу, и в итоге ситуация разрешилась так, что минимально пострадали, и вы, возможно, дали пример и другой семье, да, как это можно делать все, и так далее. Но изначально все было не так, и оно могло бы пойти по-другому совершенно сценарию, если бы вы не были выше ну вот этого определенного эго и чувства моё. Я буду защищать моё. Вот. Поэтому я говорю только об этом. И если получается преодолевать этот уровень, хорошо. Давайте вернемся к тому, что нужна, вот как мы уже сказали, да, со Светланой, нужна вот эта определенная отстраненность и большая работа, чтобы не поддаться туда, куда тебя несет. что нам может помогать в этом плане? Нам нужно утверждаться в единственном законе, который работает без каких-то сбоев. Это закон кармы. И действительно, чтобы не поддаться определенному страданию и эмоциям, да, нужно понимать, что такое карма. и преподаватель йоги, он в первую очередь должен на собственном опыте всё это постепенно изучать, чтобы доносить до своих занимающихся. Давайте мы тогда, смотрите, затронем интересную очень вещь. Почему вот эти сферы, которые мы говорим, семья, деньги, бизнес, откуда они берутся? Ну, откуда? Из потребностей. Из чьих? Из потребностей. Да ладно. Ну, мы вот с Машей разговаривали, она говорит, ну, был бы у меня муж, я бы его попросила на даче покосить газон, так тяжело одной. Я говорю, Маш, ну, неужели специально замуж из-за этого выходить надо? Ну, я не знаю. Ну, будет у тебя друг хороший, он тебя покосит, да, вон в ауре. Я говорю, ребята, всё покосят, куда не обратись, да. То есть потребность человека в определенной общности, да. потребность в саморазвитии, с одной стороны, в отдаче кармических долгов, с другой стороны, да, это и формирует общность. Но откуда вот эти принципы берутся, которые, кстати, очень нестабильны? Они берутся из общества. Есть такое понятие, ну, вот мы взяли, например, семья, карьера, реализованность в карьере и материальный достаток. Это по верхам. Есть такое понятие, как мораль. Что вы подразумеваете под словом мораль? Чьи? Общества. Реально, это правда. Принципы общества. Это не то, что идет от нас. Я бы сказал, дрессировал обществу. Да. Знаете, в юридическом сообществе есть извечная дискуссия о том, что появилась раньше мораль или право. И все говорят, конечно, мораль, а право закрепило мораль. Ну, конечно, так и было. Право закрепило ту мораль, которую установило общество. И если вы отмотаете, например, на пять столетий назад, мораль была совсем другая. То есть требования общества были совсем другие. И люди считали, что это нормально, что это правильная жизнь, что ты реализуешься, если ты ее проживаешь. А то, что, например, делалось раньше, сейчас очень странно выглядит, согласитесь. И другой момент. То, что раньше делалось, а сейчас не делается, тоже странно выглядит со многих точек зрения. Поэтому есть мораль, а есть этика. И вот это два совершенно разных понятия. этика это то, что существует во всех мирах. Это определенные вселенские законы, это законы кармы, это законы энергии. И вот те принципы нравственные, которые нам дает, например, яма и не яма, которые дают четыре благородные истины, которые дают шесть параметр бодхисаттвы, это все этика. Потому что они не персонализированы, они не ограничены временем. И они, вот если ты будешь по ним жить, ты в любом мире всегда выиграешь. Почему? Потому что закон сохранения энергии. Мораль, она устанавливается действительно обществом, она диктуется и, соответственно, мы об этом говорили в прошлом раз на лекции, поэтому уже не буду сильно повторяться, но задавайте себе, пожалуйста, вопросы. Кто поставил вот эти мерила, по которым я должен прожить свою жизнь? Почему я должен создавать семью? почему я должен быть успешным в бизнесе? Почему я должен зарабатывать там такое-то количество денег? Это очень сильно отличается от того, что нам установили и того, что нам надо по факту. Очень многие люди, например, в плане семьи сталкиваются с проблемой, что не могут иметь детей. знаете такое? Они от этого страдают массово. И почему они от этого страдают? Что мало детей в мире, которым нужна любовь, которым нужна забота, которым нужно воспитание, образование, которых нужно вкладываться. Нет, потому что я не могу иметь свое. Понимаете? Вот. И в этом плане этика, она отличается тем, что она, вот, как я сказала, не ограничена вот этим нашим мое или чужое. Этика, она, как сказать, через пространство и время работает. Если вы будете ориентироваться на этику, а не на мораль, это будет очень хорошо. Про семью. Две истории. Значит, одна про Шиву, другая про Буду. Задали недавно на ретрите вопрос. Шива, величайший йог, аскет, все на него равняются, но при этом у него есть жена, у него есть дети. Что такое? Не складывается. Люди там вообще в шоке, представьте, они сидят 10 дней молчат, мы им разговаривать не разрешаем. Мы, значит, со своей стороны им еще рассказываем про то, что нужно отсоединяться, просто отлеплять, выдирать с мясом практически от себя вот это свое эго, вот это понятие, что такое мое, а они не понимают, почему Шива этого не делает, что такое. Ну и, в общем, пришлось рассказать, что, ребята, Шива, тот вот, как нам, да, когда нас дошли писания, какие выводы мы можем о нем сделать, Шива – это реально величайший аскет. то есть, нужно посмотреть на то, каким путем он пришел к тому, чтобы стать Шивой и нужно почитать хотя бы Шива Пураны, например, чтобы понять, в какой момент у него появилась жена и семья там и так далее и что такое. И когда вы читаете про Шива, вы понимаете, что он, для него семья – это все, это весь мир для него семья. У него не только там, не знаю, кто там у нас по мифологии, Ганеша, там у него ребенок, еще кто-то, то есть, уровень заботы все-таки не сопоставим с нашим. И Шива – это тот, кто мир разрушает. Почему он дал людям йогу, как вы думаете? Ну, считается же, что Шива, да, по ведам. Что? Чтобы не разрушать. Инструмент саморазвития. Нет, он не может не разрушать. Ребята, а нича – непостоянство, ничего не… Все, что было когда-либо создано, все разрушится. Он не может не разрушать. Он дает… Карма тоже разрушается. Чего? Ну, как бы, мы же не зря на ковриках сидим, давайте не обесценивать свои болящие ножки. Потихоньку разрушается. Иначе не было бы бодхисаттв, этот хагат, да, которые живут на уровне о карме. Шива дает йогу, как инструмент, чтобы, когда он знает, что в любом случае любая человеческая жизнь разрушится, этот мир разрушится, эта кальпа разрушится, чтобы у людей было знание, как зацепиться и выйти из этого постоянного, из этой постоянной несвободы. и йога, которую дает Шивана, вообще ни разу не о семье и не о зарабатывании денег и ни о чем другом. Да, это то, во что ты играешь, пока ты здесь. Но ты воплатишься через тысячу лет, там будут совершенно другие правила. Понимаете? Я не буду сейчас говорить, какие варианты развития событий могут быть, ну, мало ли, подумайте, что я безнравственная какая-нибудь. Но согласитесь, что с точки зрения другого уровня или других миров, вот то, что ты, например, свою жизнь должен провести даже с точки зрения семейного союза с одним человеком, это очень странно. Но допустите, что есть такая точка зрения. И Андрей сказал очень важную фразу, когда он начинал вообще всю эту тему про семью. Я не знаю, услышали вы ее или нет. Он сказал, когда мы приходим в этот мир, у нас есть обязательства перед очень большим количеством людей. И это нельзя ограничить, ни мужем, ни ребенком, хоть вы их 10 там нарожаете, ни своими родителями. Хотя долг перед родителями, он, ну, это определенные особенные кармические взаимоотношения, так скажем. не всеми остальными. Поэтому путь преподавателя, он, конечно, в этом плане максимально, ну, наверное, эффективный. И эти рассуждения не могут быть жесткими. Даже вот если мы сейчас перейдем на тему денег, у нас время уже подзаканчивается, если интересно, лекция на тему денег будет в понедельник на сайте, на ютубе, ну, на сайте. В общем, домой приедете, если кому интересно, посмотрите. Там три очень важных точечных аспекта рассматриваются про денежную карму. Ну, денежная карма это не какая-то особая карма, это просто карма, да, так скажем. Просто вот она в таком эквиваленте выражается. Если мы затронем сейчас любой вопрос, с точки зрения высших миров это будет очень абсурдно, поверьте. Вспомните историю из Махабхараты. Помните, как у каких-то богов закончился тап, а своим сказали вниз. Как они плакали, как они, бедные, плакали, как они не хотели. Что они сделали, кто помнит? Кому они пошли? Нет, они кому пошли? Они пошли к Ганге. Говорит, спасай, говорят. Она, така, ладно. Перевоплощусь, говорит, вашей матерью. Перевоплощается, в нее влюбляется царь, говорит, хочу, значит, вот только с тобой. Она говорит, хорошо, но когда у нас будут дети, я буду с ними делать, что хочу, ты, значит, вопросов не задавай. Он говорит, да, без разницы, мне дети, вот сейчас хочу только тебя, главное, будь моей, дальше разберемся. Она говорит, хорошо. Они поженились, и, значит, у них начинают рождаться дети. И что она делает? Она их топит, каждого. И царь, конечно, вообще в шоке, видимо, там за последнего уже, как он там захватился, видимо, тот бог, у которого точно была карма тут остаться, кому-то, кому-то не повезло больше всех. Вот вы представляете, да? Ну, вот с точки зрения современной морали, это вообще что? Это как? Невозможно это представить. Поэтому, когда вы приводите в пример каких-то богов, каких-то великих практиков, вы поймите, что они совершенно на другом уровне. И то, что у них внешне выглядит как одно, у них есть своя тайная жизнь, как и у нас, если мы будем, ну, вот такими эффективными преподавателями. Чтобы завершить все-таки тему с семьей, история Будды. Почему Будда ушел из своего прекрасного дворца? Почему? У него была семья, у него был любящий отец, у него была прекрасная молодая жена, у него был новорожденный сын. Он, да, он увидел эти страдания, и он понял, что вот этих своих самых близких людей никто от этих страданий защитить не сможет. Никогда. Они вынуждены будут страдать. И он ушел, чтобы найти это лекарство. Он отдалился, он убрал эту привязанность. Но у него была самая благая мотивация. Самая благая. Они, просто, я не знаю, это какая карма должна быть, чтобы стать женой Будды, которая потом стала, ну, как тоже практиком, продвинутым сыном Будды, там, и отца он своего наставлял, пока он не ушел. Ну, в общем, это очень благая карма. Он для них невероятное что-то сделал. И почему, когда Мара его испытывал, сидя под деревом, да, он сначала его пугал, потом он ему сулил все. Вот сулил все, просто все. И Будда не поддался. Потом он пытался свести его с ума. Задайте себе вопрос, если бы мне посулили все, что я хочу, устоял бы я? Ладно, если машины, про которые говорил Андрей, а если бы посулили благополучие детей, а если бы посулили здоровье родителей, да, мы бы смогли отказаться? Будда смог отказаться от просветления, да, Мара, почему Будду пытался свести? Главное, в общем, не надо тут твою, она на твою дхарму, давай, вот дам, что хочешь, да. Почему Будда не, как бы, не поддался, хотя у него действительно была мотивация своих близких спасти от страданий, потому что он понимал, что Мара не сможет спасти. А Будда, он, он смог, он открыл вот это учение, которое единственное может спасти от неминуемого. Как бы вы ни прожили эту жизнь, в нищете или в достатке, с любимыми или с нелюбимыми, все закончим, как говорится, в одном месте, но с очень разными последствиями. Поэтому Будда, он и открыл, что, что нас действительно освобождает, это подумать о том, какие будут последствия и куда мы дальше, да, и чтобы на это влиять, он дал нам инструменты. Но эти инструменты несовместимы никак вот с этой людской постоянной привязанностью, с этим чувствованием. И нужно, чтобы менялась какое-то вот, вот эта тайная жизнь была, она была выше на уровень, она вытягивала бы людей из трясины, тех людей, которые к вам приходят за советом, которые ждали, когда вы станете преподавателем, когда вы получите свой диплом и придете на коврик, чтобы к вам принести свой вопрос. Они ждут, это ответственность, и это важно. И если вы будете хотеть и играть на уровне этого мира, где существуют проблемы, и как бы быть незапятнанным этими проблемами, не получится. Ну не получится. Именно поэтому история Будды, она так велика. То есть его нельзя было взять ничем, потому что он ушел с этого уровня. Но в итоге все, кто зависели от него, они все получили невероятное благо. Вот парадокс и желание. Это очень важно, ребята. Постарайтесь это понять. Если вы там меня как-то обижаетесь, не понимаете мне, моя жизнь от этого не изменится вообще ни разу. А если вы задумаетесь о том, о чем мы сейчас говорим, это я придумала, это юга, это дхарма, ну почитайте. То есть уберите это сомнение в себе, уберите этот страх, уберите вот это, постоянный ум вами играет. Проживете вы хорошую жизнь или нехорошую, хороший вы человек или нехороший. Ум пытается все время нас как бы разводить на то, что подтверди мне, что ты хороший человек, обоснуй свой выбор, обели себя. И как мы обеляем себя? Очерняю других на самом деле. То есть нам проще сказать, что кто-то неправ, чем признать, что есть просто энергия, есть карма, есть последствия. Чем быстрее ты признаешь наличие этого, тем быстрее к тебе придет мудрость, как дальше этим распоряжаться. И то, что пытается нам говорить Андрей из года в год. Вот реально, из года в год. Вы представляете, если бы мы сюда уже приехали на уровне, если бы для нас это была уже аксиома, какой уровень знаний нам бы мог уже дать Андрей на этой базе? А мы все говорим, расскажите нам вау. А когда Андрей рассказывает это вау, мы такие, ой, не, ну что? То есть это сразу, потому что это все острое, это жесткое. И это все через отречение. Чем от большего мы сможем отречься, тем эффективнее будет жизнь, 100%. Тем лучшую, как бы, версию своей жизненной энергии вы сможете реализовать, 100%. И я сама стараюсь просто регулярно, ну, вот хоть как, вот как Андрей, продержись 10 лет, да? У меня такая мантра, вот, в общем, не забывай, вот такие йогические истины. С деньгами примерно то же самое. Ну, в общем, если хотите, можно лекцию будет посмотреть про деньги. Там очень интересные такие вещи рассказываются. И в чем проблема современных практиков и преподавателей? Да, 100% всем нужно обеспечивать себя. Но вы вспомните уровень практиков прошлого. У них были маленькие желания и потребности и огромные возможности, да? В очередь выстраивались, чтобы сделать подношение, чтобы дать что-то. Ну, вот я не знаю, если в вашей жизни был какой-то учитель, вы за честь просто почтите, тапочки ему принести, не знаю, там, помыть пол в его комнате и так далее. И это будет честь. Он вам позволил, да? Вот примерно что-то такое. Такое же было отношение и к практикам. То есть у них был невероятный этап среализовать, закрыть любую свою жизненную эту позицию. А у нас что? У нас большие желания, но маленькие возможности. И это говорит о многом, к сожалению. Поэтому не путаем, что первично, что вторично. И тогда действительно жизнь, она будет идти по-другому. И то же самое работает в семье. Если у тебя большие желания, у тебя будет очень мало возможностей. У тебя большие чувства, можно так сказать. У тебя будет очень мало возможностей по факту влиять на жизнь тех, кого ты любишь, в позитивную сторону помогать им. Да, ты можешь им дать на какое-то время свое внимание, свою любовь, заботу, но ты не решишь тех трудностей даже вот с детьми. Дети растут, они будут сталкиваться с этим миром, они будут сталкиваться с жизнью. И ты не решишь этих трудностей из-за них, если ты будешь все время вовлечен. Решай проблемы целого мира. Это можно сделать только без вот этой чувственной привязанности. И тогда твоему же ребенку будет в нем жить хорошо. Об этом тоже говорила в прошлый раз. Поэтому, друзья, в общем, здесь, конечно, у меня очень было много всего, о чем можно поговорить. Но я надеюсь, что я просто немножечко закрепила вот то, о чем Андрей нам с вами предлагал подумать. И этот вечер, и ночь, и практика завтрашняя, она пройдет в определенных размышлениях. Не пытайтесь, пожалуйста, обелить свой ум, успокоить его, сказать, да, у меня все хорошо. Это они там какую-то чипфуху рассказывают. И не надо впадать в отчаяние. Ой, боже мой, они сказали, а у меня тут вообще по всем пунктам не сходится, все плохо, я никогда не смогу никому помочь, да, там и так далее. Уходите вообще на уровень, где нет вот этой вот паранойи, истерии ума. То в одну сторону, то в другую. Будьте легче этого. И просто с разумом, с вашим будхи наблюдайте за тем. Вот вы знаете как? Посадили осинку, не ждите апельсинки. Работайте с осинкой. Хотите апельсинку? Сажайте апельсинку. Другие условия, другие усилия, другие какие-то, может быть, семена, да. Но 100% все ведь в наших руках. И это то, чем история Шивы и Будды нас мотивирует. Саморазвитие, дальше все от усилий. Главное, не подменяйте понятия. И напоследок очень всем рекомендую перечитать книгу «Преодоление духовного материализма» Чогьяма Трунгпе. Прекрасно отрезвляет. Да, конечно. Прекрасно отрезвляет и позволяет вот этот вот вопрос. Видите, каждое утро, когда вы проснулись, задавайте себе вопрос. Зачем? Куда? И медитация почему, например, хороша по утрам? Для начинающих, да, особенно. Потому что утром мы пока еще вот себе как-то не принадлежим. Рано утром еще не началась круговерзь всей этой жизни, которая нас обуславливает. И мы еще как будто немножко не мы. Мы как будто еще немножко более свободны. И эта свобода, она действительно потом из воображаемой, можно так сказать, переходит в реальную. Потом, когда вы поднатореете, вы можете эту свободу вытаскивать в любой момент, когда бы вы не сели на коврик. А на следующем этапе в любой момент просто существование. Опять же, говорю не я, не Андрей. Говорят тексты учителя и практики. И если вы на этом пути, пожалуйста, доверяйте этим знаниям, ориентируйтесь на них. И тогда вы получите тот результат, который там описывается. Если думать, что, а, я почитаю, но сделаю по-своему, ум приведет совсем не туда. И, ну, просто будет, опять же, обидно. Задавайте себе цель, вопрос, сколько стоит моя жизнь, да, и насколько я себя уважаю. И тогда, ну, вопросы, наверное, отпадут. Большая часть, по крайней мере. А те, которые не отпадут, они со временем решатся. Потому что кармические долги будут отдаваться правильно. Ну что, я благодарю, что вы слышали. Я допускаю, что было непросто. Кто хочет потом продолжить беседу в личном порядке, пожалуйста, подходите по возможности. Ом. Давайте рассаживаться на мантру, и чтобы эта высокая вибрация в нас закрепилась. И ум нас ночью не стянул обратно. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова К.Ару